Из небольшого цикла, связанного с моим перемещением в этой планете. Я вам напишу из далёкой страны письмо на красивой бумаге о том, что вы мне, как и привычки, нужны, но сдержанным будут письмо. И буду стараться ловить на лету солёные капельки в углу, чтобы вам не увидеть того, что стоит за каждой строкой письма. И уже чуть более позднее, из этой же серии, это уже, как вы можете догадаться, вторая эмиграция из Израиля, когда один из моих хороших друзей, Толик Шварцман, сказал мне, он прощает, на прощание такую фразу, он сказал, «Столик, ты сильно преувеличиваешь значение этого поступка. Мир не так велик, как мне кажется». И он оказался первым из моих израильских друзей, который посетил меня здесь, в Торонто. Неожиданно, не знаю о том, сам сделал мне подарок на день рождения. Так совпало. Я примирял на себя этот мир и постиг, поскольку бесчётных подгонок и новых примеров, он мне велик, изнадёжно, изум велик. Словно ботинок, что меньше на пару размеров. Боже, как тесен. Пытаясь его разносить, я разгонялся и бился по всем направлениям. Думал взлететь. Но пока что приходится плыть, в точности муха, попавшая в банку с вареньем. Я как струну попытался его натянуть. Оборвалась и исчезла в межзвёздном тумане. Я постоял, прикурил и продолжил свой путь. Мирку нася, как коробочку спичек, как карманы. А вот это вот то, с чего я собирался начать. Поэзии мало. В обыденной жизни поэзии мало. Хотя не однажды она нас пела и спасала. Поэзии мало, а много ненужного смысла. Всё больше царяло в головах семизначные числа. Политра смешалась. Довысел не серый, а красный. Как было прекрасно, когда мы бывали несчастны. Когда мы, помимо желания, нуждались друг в друге. И все расстояния пружином сжимались упруги. Поэзии мало. Одной лишь поэзии мало. И надо у нас что-то, чтобы с ней по соседству видалось, чтобы мы этот факт осознали и трезво, и строго. Чтобы стало понятно, что в жизни поэзии много. Да, всё-таки много. В обыденной жизни поэзии много. Порой она неказиста и даже убога. Но всё же она украшает, ах нет, устрашает, вернее, угрожает всему, что нам в жизни мешает. И тем превращает любое движение в чудо. От всмаха ресниц до мытья недобитой посуды. И тем объясняет, что всё это только начало. И чтобы осознать это чудо, в поэзии мало. И взлетела, как птица душа. Ей бы, дурик, гулять не спеша, да поклёвывать проза. И не солнце навстречу лететь, а над хлебом насущным потеть, избегая вопросов. Только птица порода иной. Высоко, высоко надо мной. Ты защитна, ранима. Я возьму у соседа ружьё и шарахну дублетом к нею. С Божьей помощью, мимо. Столько долгих лет без родного слова, без любви, без воздуха, без тепла. Покачнулась в жизни моя снова, аж посуду сбросила со стола. Под язык таблетку, перрону скидку, метишь сердце пёрышком, как стрелой. Лошадей, калету, а не кибитку. И глаза зашмурить, и с глаз долой. И несёшь всё к ночь, от тумана слова не ища добра, не уняв тоски. Раскололась жизнь моя снова, как посуда в требезге, на куски. И как будто к прошлому не причастен, сжал остатки будущего в горсти. Раскололась жизнь, как посуда, к счастью. И осколки некому подмести. Я никак не хотел этим заканчивать, но так получилось. Пара стихотворений из небольшого цикла под общим названием «Письма из маразма». Индустриальный этюд или размышления поэта за токарным станком. Поэзия на шпинделе намоталась. А что осталось? Что-нибудь осталось? Какая-то убогая строка? Бессвязные, разрозненные мысли, беспомощные в воздухе повисли, и кант станут жертвами станка. Останется, наверное, немало. Холодный блеск покорного металла, над которым власть не просто обрести, а он сопротивляется, скрещет. Он все-таки по-новому заблещет. А впрочем, проще. Просто заблести. Ну и в продолжении этой же производственной темы, это посвящение Международному дню солидарности трудящихся. И я прошу прощения у тех, у кого очень нежный слух, значит, стиль речи и лексика, в общем-то, вполне пролетарская. Соответственно, случай. Вот в который раз опять в могильщик буржуазии вновь из той же ямы гляжуя вверх синего небеса, а меня же предупреждали, уговаривали, грозили, мол, не рой другому, не лезь. Ну так я полез. Я ведь как? Работать не хочет, мол, шалопай. Мне что поперек, так лучше не лезь ко мне. Ну и что, что сам попаду, пропаду? Копаю. Что ж туда попадать, если ты копаешь и так на дне? Эй, ты там, буржуй, бля. Клиент бы неторопливый. Поменяется, что ли, местами на пару дней? Ты давай копай. Да не халтуй. И балдеешь счастливой от того, что в ней яму роешь, а я вот спарю над ней. Спасибо.